Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленка расскажем прямо сейчас. Чтобы не было долгов, ежегодно более 300 муравленковских семей пользуются субсидией на оплату жилищно-коммунальных ресурсов. Нарушений правил торговли становится меньше. Народные контролеры проводят рейды по магазинам. Муниципалитет планирует выкупить у жителей города 136 квартир, как продать жилье через аукцион. Чтобы не было долгов, ежегодно более 300 муравленковских семей пользуются субсидией на оплату жилищно-коммунальных ресурсов. Кому положена льгота и как ее получить, расскажет Ирина Бугрим. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одним из видов социальной поддержки, предоставляемой за счет средств окружного бюджета. Для получения компенсации достаточно один раз в полгода представить необходимые документы, где будет рассчитана сумма совокупного дохода и размер квартплаты. Причем учитываются все виды доходов заявителя. На получение субсидий могут претендовать собственники жилых помещений, пользователи помещений, находящихся в государственном и муниципальном жилищном фонде, могут претендовать наниматели частного жилого фонда, а также члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов. В прошлом году субсидии получили 312 семей, в их числе и Анна Ященко. Расходы ее семьи на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе превышают 15%. Такая мера соцподдержки является хорошим подспорьем для семейного бюджета. Я пользуюсь этими услугами более трех лет. И очень удобно, особенно когда в семье маленькие детки. И вообще это даже радостно, можно сказать, что в нашем регионе есть такая услуга. Субсидия предоставляется на 6 месяцев. Подать документы можно как в управлении социальной защиты населения, так и в многофункциональном центре. Процедура подачи документов занимает всего несколько минут. Специалист обработает пакет документов и передаст в профильное ведомство. После чего ведомство обработает документы и будут документы переданы к нам. После чего придет смс-оповещение о готовности результата. У получателя субсидий не должно быть задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В случае, если долг все-таки имеется, компенсация предоставляется при наличии соглашения о его поэтапном погашении. Ирина Бугрим, Сергей Шалафан, Новости Муравленко. Муниципалитет планирует выкупить у жителей города 136 квартир через электронный аукцион. Принять в нем участие может любой желающий. Какие при этом необходимо соблюсти требования, узнавала Татьяна Козырь. В промышленной зоне люди жить не должны. Это противоречит генплану города и действующему законодательству. А потому сейчас ведется активная работа по переселению муравленковцев из поселка рабочий в черту города. Жилые помещения будут предоставляться гражданам, которые проживают там, в муниципальных жилых помещениях на условиях договора социального найма. Либо эти граждане являются нуждающимися в улучшении жилищных условий на условиях договора социального найма. В прошлом году для того, чтобы переселить людей из ветхого и аварийного жилья, муниципалитет приобрел у жителей города 46 квартир. На сегодняшний день необходимо выкупить еще 136. Уже у нас заключено 16 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений. Это однокомнатные квартиры. В стадии заключения еще 18 муниципальных контрактов, также однокомнатные квартиры. Наибольшая потребность у нас именно в части однокомнатной квартиры. Какие именно жилые помещения нужны муниципалитету, какие технические требования предъявляются к жилью и какова стоимость закупок, муравленковцы могут узнать заблаговременно. Если вы хотите продать квартиру через электронный аукцион, для начала вам необходимо ознакомиться с требованиями аукционной документации. С ним вы можете ознакомиться на сайте РТС Тендер. Это электронная торговая площадка. Для поиска информации в вкладке «Расширенный поиск» вам необходимо в графе наименования заказчика ввести управление муниципального имущества администрации города Муравленко. Если условия устраивают, можно регистрироваться. Но для этого у собственника уже должна быть своя электронная подпись и спецсчет. Так как все документы, которые будут прикреплять, которые будут требовать площадка для аккредитации, нужно будет подписывать своей электронной цифровой подписью. Еще одна особенность самостоятельного участия в аукционе – это резервирование определенной суммы на спецсчете. Чтобы в этой закупке участвовать, у вас площадка зарезервирует, то есть снимет со счета, который вы должны будете открыть самостоятельно, 0,5% стоимости закупки. По завершении торгов деньги будут возвращены на счет. Но можно обойтись и без лишних хлопот. Нотариально доверить совершение сделки третьим лицам, например, агентству по недвижимости. Критерии же для участия в торгах в целом одинаковы для всех. Резервирование средств – это спецсчет, это ЕЦП лично, либо у доверенного лица – это доверенность. Ну и, соответственно, наличие жилья, отвечающего требованиям. Получить подробную консультацию по участию в аукционе по продаже жилья муниципалитету можно в Управлении муниципального имущества администрации города. Ознакомиться с графиком работы можно на сайте управления. Татьяна Козырь, Сергей Шалафан, Новости Муравленко. На конкурс «Лидеры России» поступило уже более 70 тысяч заявок. Регистрация участников продлится до 24 октября. Дистанционный отбор пройдет с ноября по декабрь. Финал запланирован на март 2019 года. Планируется, что, как и в прошлом году, до него дойдет порядка 300 человек, из которых будет выбрано 100 победителей. Люди, которые участвуют в таком конкурсе, они, во-первых, какие-то здоровые амбиции демонстрируют, что они готовы на себя ответственность брать. Во-вторых, опять же, повторюсь, это площадка, где возможно самопрезентацию произвести. То есть можно показать себя, то есть какие-то свои компетенции продемонстрировать. Напомним, что из сотни лучших первого конкурса уже более 70 человек получили назначение в органы власти и госкомпании. Среди них губернатор Дмитрий Артюхов. Активисты проекта «Народный контроль» в ходе очередного рейда посетили три магазина. Нарушения правил торговли выявлены, но в целом, утверждают общественники, ситуация меняется к лучшему. Подробности в сюжете Ольги Черной. Очередной рейд народные контролеры начали с магазина «Магнит» на улице Молодежной. Сообщения о том, что несколько месяцев назад здесь обнаружили много просрочки, вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. По словам народных контролеров, руководство предприятия отреагировало. В магазине почти полностью сменился коллектив. Проведена большая работа по наведению порядка. Но, очевидно, еще рано прекращать. Вот здесь, по этому холодильнику, у меня еще, значит, замечание. Вот это все должно быть так. Полностью холодильнику. Заметные улучшения. Персонал магазина старается все недочеты устранить. Навели порядок. Но, тем не менее, просрочки мы нашли довольно много. Работники магазина заверяют общественников, что стараются проверять прилавки как можно чаще. Здесь раз в неделю. Здесь каждый день. Там полбаса, прождемка. Но, по-видимому, этого недостаточно. Поэтому народный контроль вновь посетит этот магнит в ближайшее время и проверит, как убирается с прилавков просрочка. Не обошлось без замечаний в монетке на улице Российской. Нарушений немного, но они есть. В основном связаны с неправильным хранением замороженной продукции. А это, значит, как размораживалось и замораживалось. Еще, возможно, то, что сначала на кассу взяли, а потом передумали. Оно повязало, разморозилось. Ну, может быть. Другая монетка на переулке нефтяников работает всего несколько месяцев. Но и здесь допускаются нарушения. Хотя и не такие серьезные, как в других магазинах. Народные контролеры обратили внимание продавцов на условия фасовки и сроки хранения сыра, на нарушение товарного соседства. Детское питание и химия. Мы вам предлагаем двинуть вот эту витрину сюда и сделать здесь проход. Недостатков практически не выявили. Вот результаты сегодняшнего рейда радуют, что все-таки по результатам наших рейдов все-таки идут изменения в лучшую сторону. Активисты проекта «Народный контроль» продолжат свою работу по жалобам муравленковских покупателей. И намерены вновь посещать магазины, в которых в ходе рейдов были выявлены нарушения. И следить за тем, как продавцы и руководство их устраняют. Ольга Черная, Антон Иванов, новости Муравленко. На портале «Живем на севере» на платформе «Решай. Новый опрос». В рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан» на рассмотрение конкурсной комиссии поступил арт-проект. Вадима Сапарова, посольство живописи. Автор предлагает организовать в Муравленко выставки произведений живописного искусства, профессионального уровня, мастер-классы и лекции презентации. Инициатива выставлена на всеобщее голосование на портале «Живем на севере» в разделе «Решай». До 25 октября муравленковцы должны определить, будет или нет реализована эта идея на территории города. Призывникам и их родителям рассказали о службе в армии. Встреча с военкомом, представителями администрации и призывной комиссии прошла в первой школе. Подробности у Ивана Воронцова. С начала октября призывники проходят медицинскую комиссию. По ее результатам станет известно, кто отправится на службу в армию. Будущие новобранцы, так же как и их родители, к службе в армии относятся со всей серьезностью. Встречи очень нужны, встречи полезные, много информации, много вопросов, на которые получили ответы, но переживания, конечно, есть всегда. У нас долг служить, каждый мужчина должен служить своей стране, то есть это должно для каждого мужчины, я считаю. У родителей призывников много вопросов представителям военного комиссариата. Большинство из них касаются безопасности детей во время прохождения службы, бытовых условиях и о том, как можно будет поддерживать связь с солдатами. На призывном пункте новобранцу будут выданы две сим-карты. Одна для призывника, вторая для родителей. Звучали на встрече и вопросы по поводу регионов, куда будут распределены муравленковские новобранцы. Подобные встречи с родителями и призывниками устраиваем каждый год, каждый призыв проводится. Для чего? Для того, чтобы ответить на интересующие вопросы, потому что родители всегда беспокоятся, как, что будет, куда попадет их сын, где будет служить, какие условия, какие особенности, что с собой можно иметь, чего нельзя. В этом году на военную службу планируется направить около 70 муравленковцев. На сегодняшний день уже более 200 ребят прошли медицинскую комиссию. Кто и куда из них отправится служить, станет известно только после завершения всех этапов работы призывной комиссии. Отправлять муравленковских новобранцев на службу в армию будут до конца декабря. Иван Воронцов, Антон Иванов, новости Муравленко. В многопрофильном лицее прошел день финансовой грамотности. Лекции для старшеклассников прочитали представители банковской сферы. Подробности в следующем сюжете. Совсем скоро им придется сделать серьезный выбор. Они окончат школу, выберут профессию и станут активными участниками финансовых отношений. Что такое деньги, все они, разумеется, знают. Но не все понимают, как правильно их тратить. Все на самом деле очень просто. В России еще пока не развито до конца вообще понятие финансовой грамотности. А как говорится, чем раньше ты начнешь своими финансами заниматься, тем это будет эффективнее в будущем. Ну, этим ребятам еще далековато до пенсии, но все равно задумываться нужно уже сейчас. А формирование вот своего финансового плана, оно как раз поможет для того, чтобы жить комфортно, причем с разным уровнем дохода и ставить какие-то цели, выполнять их. Как правильно формировать свой бюджет? Что такое краткосрочные и долгосрочные затраты? Для наглядности лекторы предложили ребятам разделиться на три группы и определить основные затраты семейного бюджета. Срочные траты и умножать на количество месяцев. Минимальная подушка – это три месяца, максимальная – это шесть. Как известно, деньги любят счет, поэтому важная часть урока – правильная экономия бюджета. Как выяснилось, делать это несложно. Главное – запомнить несколько важных правил. Покупать одежду во время скидок и в межсезонье, периодически менять тарифы на мобильную связь на более выгодные, оборудовать квартиру приборами учета. Ставьте счетчики абсолютно везде, где их можно поставить. Почему? Потому что если вы платите по среднему тарифу, это получается… О, да. Причем, знаете, достаточно ощутимо, дорого. Банковские структуры не первый год обучают школьников финансовой грамотности. Специалисты говорят, сегодня молодежь рациональнее подходит к своим тратам и старается копить деньги. Реальный эффект виден, когда наша молодежь пользуется картами больше, распоряжается средствами. У многих есть вклады. Даже ученики в школах подходят и говорят, а вы знаете, у меня есть вклад, я сам открыл в интернет-банкинге, сам действительно пользуюсь. Попробовали себя ребята и в роли финансовых акул. По условиям игры успешный трейдер. Им выдали миллион и предложили грамотно его инвестировать, в зависимости от меняющейся экономической ситуации в стране. Вывод, который сделали школьники – нужно следить за новостями экономики и уметь играть на опережение. Мне кажется, что нужно жить не только в настоящем, но в будущем. То есть нужно предсказывать действия, то есть акции, которые нас сегодня познакомили. То есть самое главное – это предсказывать будущее, можно сказать, в экономической сфере. Обязательно мы распределим наш бюджет и будем правильно расходы все упорядочим. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, новости Муравленко. Муравленко Медиа приглашает детей и подростков стать участниками конкурса и признаться в любви к своему городу с помощью живописи и графики. Компания объявила конкурс среди подписчиков газеты «Наш город». Подробности в следующем сюжете. Если вы любите рисовать, этот конкурс для вас. Изобразите любимые многими места в Муравленко. Передайте красоту достопримечательностей. Поделитесь своим творчеством со всеми жителями города. Участниками конкурса могут стать дети и подростки, родители которых оформили подписку на газету «Наш город» на 2019 год. Творческому состязанию приглашаются авторы двух возрастных категорий. Это дети от 7 до 13 лет и дети от 14 до 17 лет. В каждой номинации будет победитель, второе и третье место, а также приз зрительских симпатий. Муравленко Медиа проводит конкурс детских рисунков на тему «Муравленко – мой любимый город». Акция проводится среди тех, кто оформил подписку на газету «Наш город» на 2019 год. По условиям конкурса принимаются работы, выполненные в технике живопись или графика. Победители определит жюри. В его составе не только сотрудники редакции «Муравленко Медиа», но и преподаватели школ. А приз зрительских симпатий достанется тому, кто станет лидером интернет-голосования на сайте «Муравленко24.ру». Лучшие работы публикуют на странице газеты «Наш город». Заявку можно скачать на сайте нашей компании «Муравленко24». Всех участников ждут ценные призы. Приглашаем всех к участию в нашем конкурсе. Работа принимается до 26 октября по адресу улица Муравленко, 8А. Валерий Чижик, Иван Воронцов, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. Молодежь за безопасные условия труда. На официальном сайте города проводится интернет-голосование в рамках тематического конкурса. 34 работы и 2 номинации по охране труда и технике безопасности. Лучший плакат и лучшее авторское стихотворение. Членами жюри были отобраны работы, набравшие наибольшее количество баллов. Они размещены на официальном сайте города для интерактивного голосования. Оно продлится до 22 октября включительно. Это все новости на сегодня. Оперативная информация на нашем сайте. Муравленко24.ру Оперативная информация на нашем сайте.